Новосибирский застройщик подарит мэрии благоустроенную набережную. Сейчас согласовывают дизайн и укрепление прибрежной зоны, так как впервые в мегаполисе дорожная и прогулочная зоны будут непосредственно примыкать к воде. Александр Попов расскажет подробнее. Пока в работе лишь первый участок, но зона отдыха уже пользуется спросом у жителей Европейского берега. Мощеные дорожки, освещение и деревья, привезенные из Германии. Мы сформировали два года назад береговую линию. Теперь у нас уже по всему пространству сформировано. И теперь поэтапное благоустройство будет реализовываться по годам. Например, в этом году мы реализуем первые метров 250. В будущем Европейская набережная примкнет к парку «Городское начало». Что нестандартно для Новосибирска, где уровень воды весной поднимается на несколько метров, впервые будет реализован спуск в воде на протяжении всей набережной. Чуть повыше появятся спортивные и игровые зоны, детские площадки и велодорожка. Будет больше зеленых насаждений, а у воды появится дощатый настил. Если набережная перейдет к городу без финансовых вложений мэрии, то в строительстве дороги на улице Владимира Заровного коммерсанты рассчитывают на городские инвестиции. Договоренности уже достигнуты. Актуальным для микрорайона остается также вопрос о строительстве школы. Вот, допустим, наша семья сейчас рассматривает вариант смены жилья. То есть рассматриваем другие микрорайоны города, именно потому, что на текущий момент школы нет и идти, по сути, детям некуда. После семи лет ожидания застройщик и мэрия, кажется, договорились о строительстве образовательного учреждения. В июне должна закончиться экспертиза проекта. Возможно, у нас процесс и затянулся немножко дольше, чем мы сами планировали. Потому что в Российской Федерации приняты уже новые стандарты образовательного процесса. А для того, чтобы их реализовать, нужно было применить другие решения по планировке школы. Уже в августе застройщик рассчитывает приступить к работам по возведению фундамента. А полностью сдать школу, которую ждут 7 тысяч жителей микрорайона, планируют в 2022 году. Александр Попов, Артем Валевич, Новости ОТС.